наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день или как сейчас говорят доброе время суток ну да в зависимости от того где вы находитесь ну у нас уже вечер почти ночь а у нас два часа дня в нью-йорке скажем уже три часа четвертый час а в калифорнии еще 12 начала 1 а в израиле плюс 8 часов ну иными словами доброго времени суток ну и начнем на им традиционно с того что происходит в европе да при этом я сразу хочу оговориться я не хочу создавать впечатление будто я не понимаю что информационный поток очень структурирован что есть события ламинарное завихрение событий а есть центральный поток если хотите центровой который уносит все и собственно продвигает ситуацию в какое-то новое измерение я несомненно понимаю что есть события которые оказывают долгоиграющее влияние на мир а есть временное событие то что происходит в европе сейчас явно второстепенно по отношению к тому что происходит в соединенных штатах но поскольку у вас на радио много авторов со своими авторскими передачами то я полагаю что обсуждение внутриамериканской ситуации тоже немало поэтому я все-таки задержусь хотя и сегодня коротко на событиях собственно в европе мне уже надоело честно говоря из месяца в месяц из недели в неделю повторять что в европе на фоне ковидного заболевания проходят массовые демонстрации в разных странах они по разному массовый демонстрации против правительственных мер они наиболее массовый сейчас во франции во франции парадоксально они разрешены но правительство изо всех сил пытается преуменьшить их размеры называя количество населенных пунктов где они прошли сейчас я говорю о последней субботе последнюю субботу они прошли в двухстах населенных пунктов франции и правительство традиционно повторяют мантру о том что это было 200 тысяч человек как будто в каждом городе населенном пункте по тысячи выходили не это не так конечно но подсчитывать уже никто давно не собирается вообще-то и отчасти потому что и тема к вида уходит на задний план куда-то вытесняется первоплановыми событиями все уже понимают что этот к вид и просто составная часть нашей жизни чтобы мы не говорили чтобы мы не предпринимали и как бы хорошо не зарабатывали на нем фармацевтические фирмы сейчас в европе по оценкам самого евросоюза примерно 70 процентов всего населения вакцинирована по 1 и 2 фазе сейчас делаются попытки ввести в оборот новые понятия какой-то супер к вид еще 3 10 5 типа обнаружены в южной африке но все это делается для того чтобы эту волну слегка растянуть а волна это что это возможность управлять возможность манипулировать и возможность под шумок продавать какие-то медицинские вещи медикаменты маски машины кислородные и прочее прочее это все стало настолько рутинным что пожалуй я в следующих наших передачах просто начну отказываться уже от легко видных коннотаций выбор в германии они ближе всего не на носу они стоят с 26 сентября и они будут несомненно иметь какое-то значение для окружающего мира хотя бы потому что там намечается возвращение к жизни реанимация социал-демократов они все это время оставались в тени своих более мощных союзников по коалиции христианских демократов сейчас ситуация меняется просто потому что христианские демократы не способны выдвинуть ни ярких не интересных личностей на пост будущего канцлера германии это ведь надо осознать тут недостаточно просто констатировать естественно должен напрашиваться вопрос а почему не способны они же у власти много лет меркель же считается чуть ли не величайшим политиком современной европы хотя если сказать а давайте-ка будем перечислять загибая пальцы что она сделала позитивного ну напрашивается естественно ответ прогрессивистов она открыла ворота европы она открыла границы европы для всех и завезла там порядка полутора двух миллионов беженцев замечательно просто замечательно только что дальше является ли это ее деяние историческое положительным и как немцы будут с этим деянием честно говоря справляться в своей последующей истории что я к чему клоню дело в том что партия госпожи меркель канцлера меркель христианские демократы настолько изношена что она не знает и не понимает собственно говоря а каково и ее место политическом раскладе страны почему я об этом говорю потому что они по традиции именуются в средствах массовой информации консервативной партии поскольку в европе понятие самоназвание в политике давно исчерпана и не соответствует ничему то это относится в полной мере и к понятию консервативной европе нет я постараюсь доказать нет консервативных партий есть партии центровые какие-то которые относят себя сами к центру в политической системе координат но разве христианские демократы которые проводят все свои съезды под огромным транспарантом на задник их который телевидение всякий раз нам приближает и показывает а на нем написано димит то есть центр это центристская партия сегодня можно считать ее правоцентристской хотя она сама себя так не позиционирует она считает себя центристской но что через годы правления может центристская партия предложить стране которая сама переживает очень нелегкий период самоопределение это единственная неопределившаяся страна европы не преодолевшая травму второй мировой войны не знающие понятия вообще что такое германия и что такое германство они это слово даже запрещают использовать вообще в отличие от каких-нибудь там испанцев так вот 26 сентября пройдут выборы и существует возможность что эта партия слетит с пересталом а ее заменит там партия социал-демократов что отнюдь не выигрыш для этой страны где социал-демократы одна из старейших партий вообще в европе в каждой стране социал-демократы хвалятся тем что они самая старая партия и самая уходящая потому что она не способна не только понять проблемы современной европы но и их политически отобразить в программных документах политически отобразить тут недостаточно повторять что мы самая либеральная самая центрист своей из всех понимаете потому что Нет запроса на это. И то, что нет запроса, видно, если даже взглянуть на простую политическую карту современной Европы. Там всего где-то в четырех местах Европы вы увидите вот этот традиционно красноватый, кое-кто считает его оранжево-красным, цвет социал-демократов. Это Скандинавия, где две страны еще остаются в коалиционных правительствах с участием социал-демократов. Испания. Но и там, и там это все на соплях. Больше нигде. Так что возрождение немецкой социал-демократии это отнюдь не выигрыш для Европы. Я хочу сказать, это можно констатировать с прямой уверенностью, с уверенностью, что это политическая система, где нет на право от центра, к сожалению, реальных сил. Потому что дальше на право от центра начинается провал. Провал. Просто провал. От самого центра и до правого края, где еще находится партия-альтернатива для Германии, которая считается нерукопожатной. Вот сейчас прошли дискуссии. Это называются президентские или канцлерские дебаты главных партий. Но главная партия сейчас Германия 4. Они включают, кроме христианских и социал-демократов, и зеленых, они включают и партию-альтернатива для Германии. Она не участвовала и не могла участвовать, потому что, повторяю, она остается нерукопожатной. Хотя у нее от 10 до 12% сторонников все же есть. И они тоже немцы. Они немцы, у которых как бы отнято право участвовать в политической дискуссии. Это Германия. И это приближающиеся выборы. Где, скорее всего, представитель христианских демократов Армин Лошетт может иметь хороший шанс проиграть эти выборы, уступить место Алафу Шольцу. То есть это как бы спор между вчерашним и позавчерашним днем. День завтрашний в этом споре в Германии никак не участвует. Многие аспекты европейской жизни сейчас напрямую можно вывести из того состояния умов, которое характерно и для Соединенных Штатов, надо сказать. Собственно, эти европейские проблемы это прямые следствия, если хотите, последствия того состояния умов, которое мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Это общий кризис не только политической, но и социальной мысли западного человека, западной цивилизации. Я приведу пример, который сразу вам будет понятен. Это отношение к решению вопросов нелегальной или легальной миграции. Но легальное проводится через пропускные пункты, визы, которые ставятся даже уже где-то за рубежом и так далее, дают право на перемещение. Нелегальное интереснее, потому что этот вид, этот вид переселения народов, этот вид миграции оказывается протежированным со стороны мыслителей Запада нынешних, типа вашего американского, нашего американского президента Байдена. Он считает, что что нелегально, то замечательно. Именно нелегальный, это слово означает противозаконный, незаконный, а может быть и противозаконный. То что противозаконно, то и хорошо. Что законно, это очень неуверенное положение для представителей законной миграции. Так вот, как пытался ответить президент Трамп на эту угрозу, угрозу незаконной миграции с юга, строительством стены. Что на это ответило цивилизованное сообщество, слово цивилизованное сегодня я даже уже не беру в кавычки, потому что иначе, чем в кавычках, его и воспринимать невозможно. Ничего цивилизованного сегодня, к сожалению, не осталось в этом слове. Так вот, как воспринимало? Ну воспринимало в штыки, потому что мир должен быть открытым. Кто доказал этот тезис, что нынешний беспокойный мир должен быть открытым при этом? Кто этот тезис вообще обосновал? На чем он обоснован философски? Для чего вообще существует государство? Такой охранительский, если вы хотите, институт государства, для чего у него есть границы и прочее, и прочее. Так вот, человечество порешило, что границы должны быть открытыми, и это правильно. Сейчас человечество находится в странном замешательстве. Обратите внимание, что даже в Америке никто сейчас всерьез не проталкивает вот этот тезис, что границы должны быть открытыми. То есть они получаются полузакрытыми, то, что Трамп не достроил, так и осталось недостроенным. Но уже нет этой горячки в утверждениях, попытки убедить всех. Конечно, лучше, если эти границы открыты. Потому что ни у кого нет права на свое пространство. А ведь с этим пространством связаны цивилизационные достижения. Они оказываются всеобщими. Все, что построено в Америке, принадлежит точно так же и гватемальцам, оказывается. Так вот, сейчас мы наблюдаем очевидное замешательство. В Европе оно проявляется своеобразно. Потому что в Европе сейчас в вопросе границ ничем другим не занимаются государства, как возведением стен всякого рода и вида. Где-то это просто мопки колючей проволоки, где-то это более солидное сооружение типа стен. В настоящее время сооружают стены Литва, Польша, Греция, Турция. Они все сооружают стены на границах, на наиболее уязвимых границах своих государств. Литва, чтобы из Белоруссии не перебегали, афганцы, иранцы и прочие. Польша с той же целью, потому что она тоже граничит с Белоруссией. А Греция, чтобы оградить себя от тех, кого так или иначе запускает, точно так же, как Белоруссия запускает в Литву беженцев для того, чтобы создать новую проблему. Вы поймите смысл этого. Это новая проблема. Принятие беженцев просто так на границе, беженцев, у которых нет законных оснований, это значит создавать в этом государстве новую проблему. Это и есть смысл того, что делает Лукашенко по отношению к западным союзникам, но никакого другого смысла не содержало и посыл Меркель о том, чтобы открыть границы для сирийских и прочих беженцев. Это тоже создание проблем для Европы. Сейчас, поскольку Европа в сильном замешательстве, она не пытается критиковать. Она как бы пытается найти новое обоснование. Трамп был неправ, потому что он препятствовал приходу инженеров и ракетных инженеров, строителей ракет и других космических аппаратов. Он препятствовал их приходу в Америку. Но Литва, препятствие приходу от тирана и диктатора Лукашенко, она права. Она защищает ЕС от этого. Ну, вы сами понимаете, над этим очень легко и очень можно иронизировать. Но смысл вскрылся. Смысл таков, что Европа была не права тогда, когда отменила принцип государственных границ, которые для того и существуют, чтобы их как-то охранять, чтобы охранять пространство, чтобы вообще труд, который, как известно, является делом чести и доблести, чтобы труд как-то коррелировал, соотносился с благосостоянием. Если труд перестаётся относиться, то какого хрена вообще кто-то будет заниматься полезным трудом для государства, для общества и так далее? Перестанет это иметь всякий смысл. Потому что я произвожу, скажем, обувь на заводике или свечи на свечном заводике, а они, оказывается, для всех. На них имеет такое же право новый поселенец, пришедший из Сирии. А то, что там повсюду войны, и от войны, естественно, можно и убегать, и нужно убегать, то кто же виноват? Не Германия же виновата в том, что Ближний Восток охвачен перманентными войнами. Ну хорошо, это, я повторяю, многое здесь вытекает и проистекает из того же корня. А корнем является философская недостаточность, абсолютно неправильное понимание мира, видение мира, неспособность читать наш мир. Когда мы лишаемся способности читать мир, мы лишаемся и способности правильно реагировать на новые явления, да и вообще понимать. Мы оказываемся в дремучем, непроходимом лесу, в чаще, чащобе, где нет никакого света в конце туннеля, ничего не видно. Вот такой мир, который очень оказывается уязвимым перед любой конспирологией, потому что, повторяю, конспирология, я уже имел возможность высказать это, это всего лишь реакция рациональности, реакция рационального ума на вот это состояние, когда невозможно понять, кто в чем виноват, кто что делает, какие трудности и какие рогатки нам ставит. Вот это невозможность понять и ведет человека, естественно, к конспирологии. Какой же недостаток, я бы сказал, недомыслие, неспособность современной западной цивилизации производит вот все эти последствия, что является корнем бед. Да потому что продолжительное время нам вымывали и подменяли существующие ценности вплоть до такой ситуации, которую мы видим сейчас. Ведь что такое идеология Байдена? В отличие от бывших социалистов, идеология которых была перманентная революция, действия, кстати, весьма активная, я бы сказал, нуждающаяся в энергии, в динамике, в затратах энергии. Байденовская концепция другая. Современный западный мир исповедует концепцию перманентной капитуляции. Он настолько сам свои устои подрыл и заменил, что его единственная цель оставшаяся – это капитулировать. В этой цели видится им свое достоинство, и они вполне способны переформулировать ее в победу. Вот это то, чего я сейчас ожидаю в Америке, то, что они попытаются путем словесной подмены и замены посылов и последствий переформулировать и подать населению капитуляцию, как замечательный триумф либерализма. Капитуляция – это триумф либерализма. Если победа была триумфом, скажем так, динамичного и энергичного капитализма, то триумфом либерализма оказывается капитуляция. Это ведь то, что мы сейчас видим, то, что приходит из Афганистана, это всего лишь первый этап. Вообще, кто-то из вас настолько умен, может быть, чтобы сказать, а где остановится процесс? Есть ли какой-то предел, вот видимый предел, что западный мир может ответить? Если, повторяю, но здесь важно понять, если он не вернется к тем принципам, на которых он был создан, чем он может ответить? Мы капитулировали в Кабуле. Может быть, стоит капитулировать где-то еще? Может быть, это достаточно разумная, достойная цель. Раз мы вообще отказались от принципа армии, как чего-то, что защищает наши границы, наши жизни, и склоняемся к принципу вооруженных сил, которые оказываются не вооруженными и не силами вообще, а замечательны только высоким процентам трансгендеров, беременных мужчин и прочего. Естественно, что такие армии не захотят умирать. Эти армии не для смерти созданы, а ведь смысл армии в смерти, причиненной другим и себе, потому что эта смерть дорогая, она фактически выражает ценность самой жизни. Жизнь, которая закалькулировалась в себя, и возможность смерти, достойной в интересах самого народа, самих этих принципов, такая смерть почетна и достойна. А цивилизация, которая считает триумфом капитуляцию, капитулирование, она фактически не может воспринимать вообще смерть как что-то достаточно достойное. И поэтому она осуждена к тому, чтобы президент смотрел на часы, когда выносят эти бессмысленные гробы, а не на отцов погибших солдат. Потому что за что они погибли, собственно говоря? Может кто-то сейчас с уверенностью сказать, они погибли, а дальше возникает троеточие. Погибли за что? Они погибли за свободу, они погибли за свою страну, если сам президент вообще не считает эту смерть достаточным поводом для раздумий и для понимания. То есть мы сталкиваемся с тем, что мы стоим перед величайшим историческим кризисом. И еще может быть счастье для Америки, что этот кризис цивилизации американской, кризис так называемого американизма, вы понимаете, о чем я говорю, это набор ценностей, каких-то набор принципов. Что этот кризис пришел все-таки рано, достаточно рано. Он мог прийти и позже, когда уже вообще, может быть, было бы поздно. Сейчас, может быть, еще не так поздно. Может быть, еще можно поправить это дело. Но я говорю это совершенно без уверенности и даже с высокой долей скептицизма. Вы абсолютно правы. К сожалению, действительно, демократическая партия сегодня празднует победу. В открытую. Они говорят, что то, что произошло в Афганистане, вывод войск, окончание войны, это победа, аплодирует. Сегодня республиканский кокос в Конгрессе пригласили демократов присоединиться к минутке молчания в знак уважения и памяти тех 13 американских военных, которые погибли, и ничего подобного. Спикер палаты представителей отказалась от этого. Мало того, на днях республиканцы предложили законопроект, который бы не позволил оставить американцев в Афганистане в качестве заложников. Собственно, и часть демократов за закрытыми дверями требовали того же. Но когда дело дошло до голосования, все как один демократ проголосовали против этого законопроекта. Все как один. И удивительно, я смотрю комментарии, скажем, Максиас какой-нибудь пост, паскудный там в соцсетях, и его сторонники, сторонники вот этого левого радикализма, с каким восторгом они отзываются о той трагедии, которая произошла. Но они-то видят в этом победу и по-прежнему обвиняют, так сказать, предыдущую администрацию, что она виновата. А есть другая категория людей. У меня есть хороший знакомый, юрист с высшим экономическим образованием, который пытается рассказать о том, что все, в принципе, нормально. И действительно, Байден действовал якобы по плану Трампа. И все эти десятки тысяч афганцев, которые сюда приехали, все прошли четкую проверку, так сказать, нечего бояться, нечего переживать. А вот, скажем, лидер меньшинства в Конгрессе заявил о том, что нет, к сожалению, не все прошли проверку, что, к сожалению, нет такой возможности. И вообще, исходя из того, что я услышал на сегодняшней пресс-конференции республиканцев, это поражение не наших военных, не наших, ну, я не знаю, насколько, так сказать, это соответствует действительности, не наших военных, не нашей разведки, а это поражение Министерства иностранных дел, потому что под эгидой Министерства иностранных дел это не была военная операция, это была операция гражданская, и во главе стояло Министерство иностранных дел. Правда, когда Кабул сдали талибам, Блинкин, блин, находился где-то на даче, отдыхал. Ну, а этот зице-председатель, понятно, там он то в подвале сидит, то в Кэмп-Дэвид, то еще где-то. И они требуют, так сказать, разобраться с этим. Кто-то должен понести за это ответственность. Не должен, Сергей, никто не понесет ответственность. Нет, то, что не понесет, я понимаю, я знаю почему, ну, я могу заблуждаться, но об этом, очевидно, мы поговорим уже в следующей части нашей программы, да. Буквально несколько минут перерыва рекламы, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Эфима Фештейна. Эфим Фештейна, похищение Европы. Телефон в студии 847-400-5200. Насколько я знаю, Эфим всегда welcome, звонящих и всегда готов отвечать на ваши вопросы. Ну, а пока люди набирают номер телефона, у меня к вам вопрос. На одной из пресс-конференций зице-председатель заявил о том, что европейские союзники не имеют к нему никаких вопросов. То есть, операция, которую он провернул, блестящая, и у Европы нет никаких вопросов. А что вы можете по этому поводу сказать? Ну, то, что ему не задают вопросов, еще ни о чем не говорит. Потому что многие европейцы поняли, что обращаться к Джоу Байдену с вопросами бесполезно. Он их просто не понимает. До него просто не доходит смысла этим вопросам. Во-первых. А во-вторых, они, многие надеются, особенно разделяющие его взгляды политические, надеются на то, что путем словесной промывки, путем изменения содержания напрямую противоположное, удастся все это дело замести под ковер, как здесь говорят в Европе. Но это не значит, что все разделяют такое индифферентное, равнодушное отношение к тому, что происходит. Многие, разумеется, чувствуют. Если даже и не разделяют, и не понимают, то чувствуют. Это надо осознать, что есть интуиция у людей и у народов, общая интуиция. Есть ощущение недалекой грозы, бури, недалеких каких-то угроз, которые могут последовать. Это ощущение есть, оно присутствует. И поэтому многие поддаются, особенно те, кому уже нечего терять, и кто не занимает государственные посты, поддаются своему желанию высказать правду. Ну, например, британский бывший премьер-министр Тони Блэр просто назвал Байдена идиотом. В прямом эфире он сказал, что все его действия фактически соответствуют, отвечают медицинской патологии, медицинскому определению идиотизма. Идиотизм в данном случае это не оценочное суждение, а это фактически диагноз. Так вот, так думают многие. Нужно сказать, что многие сейчас поражены тем несоответствием между ожиданиями, которые им были навязаны вот американскими средствами массовой информации и реальностью. Ведь что ожидалось? Все либеральные источники Европы сходились в мнении и, естественно, позволяли себе только такое толкование, что Трамп, президент, поставил под некую угрозу существование НАТО, потому что хотел заставить европейцев платить по своим обязательствам, выполнять обязательства. Это, конечно, дикое требование. И в результате, как говорили многие европейские комментаторы, оно ставило под угрозу самое существование НАТО как действенного, эффективного органа общей военной политики Евросоюза, Европы. Так вот, сейчас что они должны думать по этому поводу? Укреплено ли НАТО? Стало ли более крепким, эффективным и дееспособным с приходом Байдена? Вот сейчас чувствует ли себя эта организация после того, что произошло? Гораздо более, так сказать, прочно стоящие на земле и способные отвечать на вызовы, на политические вызовы и военные вызовы истории, способные отвечать совместными действиями. Но это надо быть полным, я прошу прощения, дебилом, чтобы так думать. Нет. Поэтому я говорю, они в замешательстве. Они пытаются найти психологическое самооправдание для того, чтобы снова сидеть на своих теплых местах и получать свое совсем неплохое довольствие и быть рассадником вот таких настроений, что да если что, так мы так врежем, что мало не покажется. Такое примитивное, я вот сказал, оформление вот этой мысли. Но на самом-то деле все они находятся, пребывают в сильной тревоге, потому что практика показала, а здесь, кстати, в странах Центральной и Восточной Европы она показалась удвоенной ясностью, как будто им по щечину влепили. Практика показала, что НАТО сейчас в гораздо менее, я бы сказал, сплоченном виде и действенном состоянии, чем оно было при Трампе. Потому что желание Трампа, чтобы все выполняли свои обязательства, оно укладывалось в его политическую философию. где самооборона, государственная оборона считалась первым делом любого государства. А иначе для чего вообще есть, повторяю, границы понятия государства и его вооруженных сил? Байден же, который является проводником центральной либеральной мысли о том, что свет нуждается в перманентной капитуляции Запада, он, естественно, будет приветствовать это. Не знаю, насколько примут люди Америки. В Европе сейчас вот это стремление переосмыслить, переиграть, сделать явное поражение каким-то видом высшей победы, победы высшей мысли либерализма. Не знаю, насколько им это удастся, потому что я глубоко уверен, что это, повторяю, это только первая фаза. Дверь открыта. В эту дверь начнут проникать враждебные Европе и западной цивилизации идеологии. Это может быть исламизм, но это может быть и любые другие тоталитарные идеологии. Ведь победителем-то оказались, в принципе, Россия и Китай, особенно Китай, который слово не говорит, сидит тихо, но он явно выходит победителем из этой игры. А у него идеология не исламистская, но в то же время достаточно тоталитарная. Так вот, в открытую дверь этим милейшим западным людям, готовым к капитуляции в любой форме, начнут проникать эти тенденции и, естественно, их сопровождающие дела. Это будут террористические какие-то атаки, это будут попытки переиграть, пересмотреть, как сейчас в Америке, но пересматривается вся расовая теория, она оказалась самой современной. Расы определяют всё, в принципе. Надо это просто понять, надо дорасти до этой мысли и понять, что многое зависит от того, какого цвета у вас кожа и прочее. Поскольку пересмотр-то идёт по всей вертикали, по всей идейной вертикали. И вряд ли поможет то, что во все времена, это философы прекрасно знают, это знают и психиатры, есть такая склонность отдельных людей и целые народы коллективному самоубийству. Эта тяга называется Танатос, тяга к смерти. Она характерна для очень многих цивилизаций и отдельных людей, разумеется. Это как раз то, что сейчас переживает Запад. Я не говорю, что всё уже потеряно, но многое уже потеряно. Кстати, если не возникнет противоположной силы, она не будет оформлена как сила. Потому что я замечаю уже сейчас, особенно в американском быту, попытки возрождения той философии, на которой стояла всегда, зиждилась западная цивилизация. Это философия самодовольства, самоутверждения. Это философия силы, в которую человек верит. И силы, прежде всего, позитивные, способные давать плоды. Это способность верить в себя, в свой народ, в достижения, в цивилизацию, в западные ценности, в западное представление, там, скажем, разделения и смысла полов. То есть всё то, что отменено сейчас. Но вот я вижу, что любая попытка возрождения натыкается, разумеется, на чисто репрессивные меры. Вот я смотрю, как американское общество название сейчас запамятовал, якобы некоммерческое, неправительственное, и прочее, и прочее, начинает процесс против комментатора Такера Кауссона за то, что он повторил, кстати, мысль, которая является основополагающей в уставе ООН. В уставе ООН сказано, что народ, который подвергается угнетению или унижению со стороны диктаторского, то есть тоталитарного режима, имеет право на вооружённое сопротивление. Это записано в уставе ООН. И он привёл это, может быть, слегка обыграл. Он сказал, что если так загонять пар в котёл, не давать ему выхода, то это может привести и к восстанию. И тут же был обвинён в том, что это и есть предлог, что он пытается вызвать восстание тем, что он напоминает населению о его неотъемлемом праве. Вы понимаете? Парадокс-то какой? Так невозможно, значит, нужно отказаться и от этих положений, написать просто, что диктатор имеет право угнетать, а народ не имеет права сопротивляться каким-то образом. Ну, тогда надо быть честными, написать это в уставе ООН. Но нет, они идут путём запугивания отдельных личностей. И таких примеров множество. Я скорее поражаюсь аморфности какой-то, неспособности выразить свои чувствования в виде разрешённого протеста. Ведь демонстрация является неотъемлемой составной частью западной демократии. Во всяком случае, была в прошлом. А сейчас я вижу, что американцы достаточно запуганы, потому что я не вижу этих попыток даже мирным путём продемонстрировать своё несогласие с этой политикой. Так как я его сейчас вижу во Франции, скажем, или в Германии, где на эти демонстрации приходят люди, несмотря на то, что они запрещены. И по 70... Ефим, я не хочу вас переживать, но давайте попробуем принять звонки, пообщаться с нашими радиослушателями. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Ефим. Здравствуй, Сергей. У меня, Ефим, в первую очередь я хотел бы вас поблагодарить за прошлый ответ по поводу возможного имплементирования следующей консолидирующей фигуры. Я имею в виду Майка Помпел. Спасибо вам еще раз. А сегодня у меня, по-моему, вот какая просьба. Не могли бы вы, Ефим, меня разочаровать и одновременно подводить? Понимаете, как наблюдаю вместе с вами и с Сергеем и многими другими разумными людьми за бурной, буквально, имплементацией левых идей, как в Европе. Ну, например, там Еврокомиссары уже есть. Так, у нас здесь в Северной Америке меня это наблюдение в буквальном смысле заставило перечитать классиков и теоретиков маршизма-ленинизма, таких как Поготца и Фридрих Энгельс. Вот, например, если мы обратимся к работе Энгельса революции и контрреволюции, а потом взглянем на Европу и вновь взглянем на Северную Америку, мы видим, что события развиваются буквально, как описывал Фридрих Энгельс. Захватите те посты и эти посты, а остальное придет само. Так вот, мы до недавнего времени проживали, как в Европе, так и у нас, здесь, в Америке, в системе, которая подразумевала некий политический маятник. Право-влево, влево-вправо. Чем дальше вправо, тем потом левее и левее. И наоборот. Так вот, я прошу вас, Эфим, насчет продолжения вашего ломономого, который был в первой части и только что закончился. Разочаруйте меня, мой дорогой, разочаруйте, скажите, что маятник вновь коснется вправо, что маятник не оборвется вот в этой левой точке. Вот как вы считаете, прав я или неправ? Есть надежда на то, что политический маятник и социалом коснется хотя бы к середине? Или же уже все, закат цивилизации, как говорим, Факуяма. Спасибо. Спасибо за вашу внимание. И вам огромное спасибо за очень квалифицированное изложение этого вопроса своего. Вы знаете, ну не знаю, тут можно ответить с вами поэта, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Здесь все, вопрос упирается не в то, качнется ли она влево. Я думаю, что качнется она вправо, со временем, когда левый поворот будет исчерпан. Но здесь другое дело. Маятник сдается, раскачивается все больше и больше в ширину. Дело в том, что то, что было раньше нормой, это мелкие, не вполне существенно, не меняющие смысл строя, изменения в случае прихода более правой или более левой администрации в Соединенных Штатах, да и в Европе. Поскольку был консенсус относительно того, что главное должно остаться, существовать, а именно демократия в ее классическом виде, со всеми ее свободами и прочее, и прочее. Не стану их отдельно разбирать. Так вот, сейчас эта раскачка очень широкая, все более и более широкая. И постепенно она набирает обороты и характер уже не мелкой сменой альтернатив. Где-то выше налоги, где-то ниже налоги, где-то национализация чуть больше, где-то национализация чуть меньше. Нет. Она уже раскачивается до таких полюсов, как жизнь и смерть. Это начинает превращаться в выбор между жизнью и смертью по существу. И это становится страшным. Я не знаю, может быть, мой скептицизм чересчур в данном случае глубок, а пессимизм не исчерпаем. Но вот сейчас у меня такое впечатление. Вот вы подчеркнули замечательную вещь, на которую мало кто обращает внимание, что подобные системы, даже пока они на уровне, скажем, умозрительном, на уровне политической философии, они находят для себя одинаковое выражение совершенно и остается поражаться. Но почему эти министры правительства Евросоюза называются комиссарами уже сейчас? Кто их надоумил? Кто им подсказал замечательное слово? Потому что оно точное. Они пытаются жить жизнью комиссара, а не министра. Министра снимаем, комиссар довольно долго может посидеть на своем месте. Кстати, трагедия это в том, что вот эти системы, они когда раз устанавливаются, мы уже в прошлых передачах говорили об этом, у них есть тенденция держаться очень-очень долго. Настолько долго, что мы пока не видели ни одного случая, кроме массивных обрывов, как в 68-м году, но тогда успевала западная цивилизация занять, плацдарм, занять территорию, скажем, Восточной Европы. А то, что не было Восточной Европы, какая-нибудь там от Кубы до Кореи, все оставалось на своих местах и никакие выборы, никакие выборы ничего не меняли. Выборы, и сейчас я боюсь, что ситуация в Америке такова, что одна из партий, одна из сил политических пытается просто исключить другую из любой демократической игры, превратив выборы в демонстрацию единства, как это говорилось раньше у нас в Советском Союзе. Это не выборы, а демонстрация единства. Вот этого я предельно боюсь. И боюсь в то же время какой-то подозрительной небоевитости тех, кто этому сейчас противостоит. Я когда слышу боевого генерала, который по идее должен говорить на другом языке, не на языке перманентной капитуляции, который призывает всех так сказать сидеть тихо сложить руки на коленях и смотреть, потому что ведь придут выборы через какое-то время и так далее. Вспомните, что ближайшие выборы в Америке будут через год и два месяца. Это же в ноябре где-то, может быть, даже чуть больше, чем два месяца. Но знаете, что такое годы два месяца в нашей жизни, когда вы видите, как захватываются высоты все? Это очень, это очень опасная ситуация. И просто призывать ждать до выборов мне кажется бессмысленно. Да, это как, есть такая шутка. У мудреца спросили, долго ли ждать нам света? Я прошу прощения, там был серьезнейший вопрос, конечно, о том, почему эти классики предсказали в точности. Дело в том, что они предсказывали и довольно правильно и точно предсказывали не характер изменений, а сам принцип их. Они предсказывали систему, а система складывается в соответствии с их предсказаниями, но и без них, в принципе, она и в прошлом складывалась примерно так же. Возникали силы, эти силы завоевывали позиции, эти позиции оказывались долгосрочными, пока не ослабевала динамика этих сил и не выходили на поверхность новые. Так человечество существовало всегда. Здесь Энгельс просто придал этому какие-то материальные якобы параметры. На самом деле, повторяю, система работала и до него точно так же. Точно так же возникали цивилизации, проходили точку пиковую, апогей своего развития и своей динамики, начинали терять силу и, потеряв эту силу, уже не способны были предотвратить выступления других сил, новых, революционных, так сказать, по отношению к ним. Так это происходило всегда. Хочется надеяться, что этот цикл не исчез. Просто другое дело, что раскачка сейчас, к сожалению, маятника настолько широка, что заставляет бояться просто за существование западной цивилизации. То, что не исчезнут все эти варварские подобия цивилизаций типа политического ислама, типа каталитаризма и так далее, это тут гарантия ясная. Они не исчезнут, несомненно. Они же не способны. Запад у себя отнимает свои витальные силы. Вот в чем проблема. Я все-таки закончу эту шутку. У мудреца спросили, долго ли ждать улучшения. На что он ответил, если ждать, то долго. Если ждать, то совершенно верно. Совершенно верно. Именно так. И еще я всегда я тоже думал по поводу того, что в американской истории были моменты, когда общество качалось вправо, влево. то есть, так оно было всегда за недолгую историю существования Америки. И вы правы, говоря о том, что, ну, одна партия приходит к власти, другая партия приходит к власти, и как бы это не очень отражается на сути событий, на жизни людей. То есть, чуть больше налоги, чуть меньше налоги, это чуть больше регулирования, чуть меньше. И я тоже над этим задумывался, и потом пришел к выводу, я даже, по-моему, как-то вслух об этом сказал, я говорю, дело в том, что в те времена, о которых мы вспоминаем, у обеих партий как бы была задача одна, цель была одна. Пути достижения этой цели разные. То есть, как бы и та, и другая партия ставили своей целью каким-то образом улучшить жизнь, состояние и так далее людей. Но пути достижения этой цели были разные. Одни считали вот так, другие считали вот так, но в принципе цель была одна. То, что происходит с некоторых пор в США, у партии цели поменялись. Одна партия по-прежнему заявляет о том, что она хочет видеть страну исключительной, сильной, жители этой страны, которые живут по принципам, заложенным в основе создания этой страны процветающими. А другая партия, на мой взгляд, прилагает все усилия, чтобы эту страну сделать более слабой во всех отношениях в военном, в экономическом, в моральном и так далее. И поэтому вот тут такие противоречия неразрешимые возникают. Разумеется. Все это, под этим лежит определенная политическая философия. Я уже попытался ее очертания в начале описать. Конечно. Это именно стремление к слабости. А по существу и стремление к смерти. За этим. К сожалению. Поэтому перманентная капитуляция, которая замечательная. Ее стоит назвать успехом, и она сразу превратится из поражения в победу. Да, вы вот упомянули, что должна идти пресс-конференция президента. Да, я, к сожалению, не был возможности послушать, но, судя по реакции. По реакции он докладывает о колоссальном успехе, о колоссальном успехе проведенной операции. Они празднуют победу. Они празднуют победу. При том, что... Потому что они переназвали поражение от победы. Это замечательно. Да. Ну, это еще раз говорит о том, что Орвелл, когда писал свою книгу в 1984, это было предупреждением, а не руководством к действию. К сожалению, демократы восприняли это как руководство к действию. Несомненно. Орвелл был великим пророком. Сейчас все яснеет, что он великий пророк. Но я всегда призываю помнить о том, что его пророчество не заканчивается на этапе утопии, а заканчивается на этапе глобальной войны трех тоталитарных систем. Ефим, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо, как всегда, очень интересно и с нетерпением будем ждать следующей встречи. Договорились. Может быть, ситуация улучшится. Несколько посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...